Переливание плазмы крови – один из методов допомоги тяжко хворым пациентам. Донорами могут стать люди, которые перенесли коронавирус и целиком поправились. Гомельский областный центр трансфузиологии принял первого донора плазмы с антителами. Им стал спортивный акробат Алексей Заяц. Стать донором плазмы Алексею пропоновали специалисты Гомельского областного центра трансфузиологии. Спортсмен сразу погодился, однако перед этим ему пришлось сдать тест на антители. Одна кропля крови покажет и сформировался иммунитет на COVID-19. Непосредственно в день сдачи крови донора проверяют на отсутствие инфекции, например, ВИЧ и гепатит, а также вызначают группу крови. Человек должен быть здоровым по всех показчиках. Процедура продолжится крыху меньше за годину. От одного донора отримывают 600 мл плазмы. По факту человек разом с плазмой губляет белок в организме. Ее надновится проспять 7 дней при умове захования правильного харчевания. И просдва тыйдни процедуру можно проводить повторно. Специалисты регистратуры связались с потенциальным донором. Объяснили ему, что в случае, если у него будут выявлены антитела против коронавируса, то он сможет в дальнейшем быть донором. Молодой человек не отказался. Мотивирует это тем, что он, как переболевший и перенесший эту инфекцию, готов помочь людям для дальнейшего выздоровления. По заявкам организации здравоохранения для пациентов, которые сейчас находятся в состояниях на ИВЛ или же в средней степени тяжести, будут направляться плазмы. Алексей Заяц – первый в нашей области, у кого выявили COVID-19. Спортсмен в составе национальной команды прилетел из Португалии. Тесты взяли во всех, однако становчив был только у гомельчанина. Его разом с семьей шпитализовали инфекционную больницу. У родных Алексея коронавирус не выявили. Спортсмен отрубовал головную боль, повышенная температура, часом кашель. В целом Алексей означает, что хворобу перенес легко, хвалявался только за родных. У меня выявили антитела, поэтому я решил, что могу помочь еще некоторым людям с тяжелой формой болезни, которая, возможно, даже лежит на искусственной вентиляции. Стать донорами плазмы крови могут люди, которые перехворили и целиком поправились. Как правило, с момента полного клинического и лабораторного выздоровления проходит не меньше за 15 дней. Так само донор повинен вважить не меньше за 50 килограмм и быть в возрасте от 18 до 60 годов. На сегодня запланованный приезд трех потенциальных доноров с Будока Шалева. Урачи означают, с воротов у центр поступаешь мат, а линиуси отповедают умовам. После того, как они переболели, эти доноры у нас или пациенты реконволесценты, в плазме содержатся антитела. Есть два вида антител, которые вырабатываются. Это ранние и поздние. Моноглобулины М и Г. Моноглобулины М вырабатываются на 5-10 день. Моноглобулины Г чаще вырабатываются после 15, на 15-е дни чаще. Одно из направлений лечебного эффекта заключается в эффекте пассивной иммунизации. Это не панацея, но в комплексе лечения ждем эффекта. В Гомельском областном центре трансфузиологии нарихтовывают суцельную кровь, плазму и концентрат тромбоцитов. В год тут отримывают около 23 тонн крови. Что месяц в центре наведывают больше за тысячу доноров. Праца протягивается и в условиях эпидситуации. Стать донором может каждый. При этом один человек, который вырабатывался на эту высокородную справу, ратуе життя четверых. Вероника Хамзюкова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель.